приветствую вас дорогие зрители на канале михалыч топе games и как вы видите наблюдаете в этом видео которое вот буквально недавно появилась на официальном сайте у разработчика выиграла знаю наш survival нас ждет обновление 1 11 12 если я не ошибаюсь ребят да именно так и есть мы можем путешествовать в новых локациях как вы видите это какое-то озеро не особо глубокое также самое главное что я здесь заметил это дерево которое не похоже ни на одно из деревьев которые у нас до этого было получается здесь можно будет добывать дерево надеюсь конечно что это яси надеюсь что это что-то хорошее какие-то новые материалы для строения построек и всего остального и если заметить в самом начале видео как только наш персонаж начинает входить в воду вот в эту зеленую там тоже есть деревцо и она тоже не похоже ни на одно дерево которым мы стыкались хоть раз в принципе в игре также думаю что эта локация будет уже не такая уж и маленькая так как разработчики очень давно не выпускали обновление похоже что эта локация должна быть хоть как минимум немного интереснее чем другие ивенты которые мы увидели буквально недавно которые там 7 ивентов да так вот на отшибись они сделали там пускай мы сделали 7 ивентов пускай будут 7 ивентов вообще ни о чем вообще ну надеюсь что вот такая вот прорисовочка новая локация будет более интересно что хотелось еще конечно сообщить то что у меня есть некоторые слова которые прозвучали то есть вот что разработчики нам написали выжившая спешим сообщить что обновление 1.11.12 почти готова осталось завершающие работы и финальные тесты благодарим за терпение и понимание надеемся что вы любите наш проект так же как и мы то есть понятно что ты бы не любили этот проект то мы бы не играли в last day on our survival задумка очень шикарная локация тоже главное чтобы наши ожидания конечно не были или наши ожидания хотя бы были на процентов 20 реальности той которая будет я надеюсь конечно же на новые ресурсы надеюсь на хороший ивент который можно будет проходить так как привалу дороги так как какой-то полицейский участок бунгер альфа что-то очень интересно на которое можно будет тратить не просто пять минут игры а ну нормально нереально ходить туда ну через пару дней или там через три дня ну самое главное чтоб она поставилась пас появлялась постоянно но и конечно приявляла хоть какой-то интерес к игре ну и бонусы самое главное если не будет здесь хороших вознаграждения думаю сюда ходить никто не будет почему ведьма не такая популярна как слепой охотник потому что с ведьмы падает только одна головой кости а вот слепого охотника падать и талоны и кучи всяческих ресурсов которые нужны на диске туда в принципе слепой охотник очень топовый и если бы например с ведьмы падала тоже что-то подобное я бы ходил туда ну спустя каждых три дня как по откату там помыли два дня или каждых три дня я хотел бы убивал ведьму несмотря на большущие затраты с и 4 всего остального ну что ребят ну а пока что мы переходим в игру пламенько так ребят мы конечно же в игре и я хотел бы посмотреть что можно будет скрафтить если и правда это какие-то редкие породы деревьев то есть понятно что здесь может быть появится какие-то новые возможности ну типа например ясеная доска для м16 но все равно у нас вольфрамовый слиток нужен будет тут также калаш естественно свд также короче ничего нового конечно хотелось бы ясеную доску найти после это конечно и вольфрам чтобы увели но все равно понемножечку помаленечку пускай игра обновляется я буду очень рад видеть всяческие нововведения чтобы это за иван не был я думаю не зря у нас убрали базы соседи оставили только одного соседа да а сейчас у нас появилась ну то есть базы соседов пропали то есть на может быть на месте этих баз и появятся новые ивенты туда куда можно будет пойти и реально ну залипнуть на парочку десяточек минут я конечно пришел на ферму и в мотель ребят здесь я хожу каждый раз как только откатывается у меня мотель я хожу сюда конечно же получаю мегалодонские бонусы в этот раз это не исключение я пришел зачистить то взял с собой несколько топоров может быть понадобится может быть нет то есть даже если я не самый начинающий игрок в мире то есть у меня уже довольно таки 180 в 118 уровень и нифига себе ребят скажете да я все равно могу себе здесь найти довольно таки хорошие ресурсы что первый раз говорю что здесь я беру энергетик который появляется через раз в этот раз мне не попался но здесь попадать не важно ну и конечно же дальше можно добыть огнестрел тот же дробовик тот же не калаш нет тот же дробовик тот же блок если скажете что это не самые крутые оружие то я скажу что это неправда я думаю что именно дробовик и блок они нуждаются отдельного внимания потому что именно они не делают ни одного промаха и попадает всегда в цель то есть удобное оружие сносить бошки зомби а там вот в этой комнате сто процентов вы находите гранатку так вот она здесь гранату или даже может что-то еще покруче найти ну ка граната ботиночки то есть все как положено все как книжечка пишет вот здесь тоже вы можете блок найти не всегда но он здесь падает очень редко по вам даже реже чем энергетики в разы конечно реже но тем не менее вот оно что ждем ну смотрите усиленный шлем и хоккейная клюшка почему надбитая не понимает а как только берешь с собой топоры зомби уже сами видят что у тебя топоры ты будешь рубить поэтому они сами проламывает двери хотя бывает такое что ни один зомби не проломает и приходится целых три топора пользоваться здесь ты даже было четыре топора ребят этого мне в сказке как говорится и не в тапки по маленькому ходить и не шубу в трусы заправлять бабам ну здесь короче имея такой вот большущий ящик чемоданчик портфельчик тактический рюкзак я могу себе много чего выместить внутрь бабам то есть все что здесь есть все вмещаем так здесь можно в туалет сходить помыть руки ну а вот босс который здесь нас ждет зомбятина босс я его в принципе просто напрямую убивая без никаких каких-то особенных затрат просто убил и все даже без штанов я здесь себя чувствую очень уверенно немножечко рогушки вот смотрите как они не выбивает и походу придется мне сегодня несмотря здесь толстяк есть он все равно не помогом выломать вот эти доски и блин напасть на меня почему блин заставляете тратить топоры хотя лучше топоры потратить чем оставить здесь что-то вкусное или крутое шкафчик лутаем вот в этом шкафчике тоже бывает попадают блоки ну не в этот раз вот здесь тоже попадается бывает бывает ребят тоже попадается мне попадалось здесь хорошее оружие говнеца ребят так ну что по моему одна комната у нас осталось не залутано ого и там тоже ну то есть два комодика сейчас еще залутаем и ребят конечно же надеемся надеемся выбить хороший лутец здесь кстати отель неплохой был да в каждом номере был душ причем неплохого наверно качества отельчиком отельчик так конечно комнаты как-то по-дебильному сделаны хотя я вам скажу что комнаты норма нормально сделано просто здесь не все этим не все входные двери то возможно открыть потому что они привалены каким-то каким-то мусором наверно когда здесь выжившие еще были они здесь до последнего пытались выжить отбиваться от зомби акины но если мы здесь не нашли ни одного выжившего значит не судьба значит они не отбились фото вот что значит держи-ка и ты держи каджика короче вот оно что ну думаю что в этом кстати первый раз когда я чистил мне здесь полностью целый глок выпал бамс в этот раз конечно не не особо целый не особо глок да ой ой давайте еще чек ну чё неплохо неплохо да ну если считать так что мы пришли особо не затрачиваясь добыли довольно таки много ресурсов потратили тесак целый потому что именно такой у меня был то есть один целый тесак тратится на это все ботинки граната ну да если был бы еще энергетик это был бы идеальный поход на модель ну а вам ребят спасибо за просмотр так самое главное мы сейчас не залутали это мусорочка как же без нее то вас резиновое изделие всегда и везде резиновое изделие нужно чтобы было спасибо за просмотр и не забывайте ставить лайки ну также подписываться на канал советуйте ребят канал михалыч тупикин своим друзьям и близким ну и пишите комментарии всем пока пока удачи и увидимся в следующих видео